Книга открытым оком. Вопрос 1848, 7 том. Тема болезнь. Святые прибегали ли к народным каким-то испытанным средствам при лечении больных? Или у них свои наработки были? Отвечает Игнатий Тихоныч Лапкин. У них всегда было под рукой масло лампадное, пепел и скодильницы, вериги, земля, мантии. Но иногда они прибегали к профессиональным способам замазывания болезней. Художник мазал красками, кухонный работник всех лечил квасом, а кто в лесу был, тот стружками и корой. Можно предположить, что и сегодняшним верующим неплохо было бы испытать микросхемы, приложить ее глупым на лоб или компакт-диском покрыть голову двоечнику и помолиться о нем. Евангелие от Марка, 6 глава, 13 стих Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Книга Тавита, 6 глава, 8 стих Он отвечал Если кого мучит демон или злой дух, то сердце и печенью должно курить перед таким мужчиной или женщиной, и боли уже не будет мучиться. Деяние, 19 глава, 12 стих Так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Алипий Печерский, 17 августа Примеры жития святых Потом преподобный Алипий долгое время поучал его душа спасительными речами. Затем, взяв иконописные краски, украсил лицо его, помазав гнойные места. После этого святой Алипий повел больного в церковь, причастив его божественными тайнами, И повелел ему умыться тою водою, которую обычно умывали священники после принятия святых тайн. Вскоре же после сего гнойные струпи сошли с больного, и он стал здрав, как и раньше. И исцеляя слепорожденного, сначала помазал ему очебрением, потом повелел ему умыться в купеле сила Амской, что значит посланный. Иоанн 9, глава 6, 7. Так и сей преподобный сначала помазал с трупы прокаженного иконописными красками, потом приказал ему умыться тою водой, которая умывается обычно иереей. Посланники Божии. Таким образом, святой исцелил больного как от проказа телесной, так и от слепоты греховной. Так что все пришедшие вместе с больным из города, все пришедшие, весьма изумились такому скорому исцелению. Пример из жития святых Аверкий, 22 октября. Просил он только двух вещей. Во-первых, чтобы в Иерополе бедным раздавалось ежегодно из податей, взимаемых для царя, по три тысячи мер пшеницы. А во-вторых, чтобы царь приказал построить на средства своей казны бани при источнике теплых вод, которые святой извел молитву из недр земли на исцеление больным. Царь с радостью обещался исполнить сие просьбы святого и дал ему для этого письма и свинительства. Когда святой оставался после сего времени, еще некоторое время, утверждая вере церкви в Христову, ему в видении явился Христос и сказал «Подобает тебе, верьки, быть в Сирии и там проповедовать имя мое, утвердить в моей церкви и исцелить множество болящих». Пример из жития святых Ефимия, 11 июля. В день святой памяти ее, в которой она пострадала за Христа, каждый год текла из честных мощей ее кровь, как будто только что вытекшую из ран. Ее собирали следующим образом. Гроб был большой, мраморный, покрытый мраморной доскою, а внутри его находился деревянный ковчег с мощами святой. В этом мраморном гробе в левой стороне было небольшое отверстие, в которое проходила рука, и которая закрывалась накрепко, а в нужное время открывалась. Через него сам епископ по покончании Всеночной перед святой литургией черпал ту кровь посредством губки, привязанной глинной железной рукоятки. Он влагал туда сухую губку, вынимал оттуда ее полную крови и выжимал из губки кровь в особо приготовленный для этого сосуд. Народ, привидясь сего, высылал великую славу Богу, и святой его мученицей помазался той кровью на благословение и исцеление своих болезней. Эта кровь была весьма благоуханная, как будто бы смешана была с драгоценным миром. Но никакой мира на земле не могло сравниться с этим. Эта кровь была несравненно выше всяких ароматов и исцеляла всякие болезни. И не только во время ежегодного празднования своего святая великомученица источала такую благоухающую миром и целебную кровь из честных своих мощей, но иногда и в другое время, особенно же если святитель той церкви бывал угоден Богу своей добродетельной жизнью. Бывали и многие явления, часто святая являлась молящимся ей с верой, или лежавшим в болезни, или приходившим в церковь к ее гробу, или же находившимся в различных бедах и призывавшим ее на помощь. Истекался народ с великую верою к ней на поклонение Фалкидона, отовсюду, от всех городов, а в особенности поблизости из Царьграда. Там же по повелению царскому должен был собраться Вселенский собор святых отцов. Следующий пример из жития святых – Иоанн Многострадальный, 18 июля. К этому преподобному, затворившемуся на одном тесном месте, в пещере преподобного Антония, и проведшему там всю свою жизнь, приходил часто один из братьев, которого обуревал дьявол плотским вожделением. Он просил святого помолиться Господа об ослаблении его страсти. Преподобный же Иоанн говорил ему – брат мужасти, пусть окрепнет твое сердце, терпи во имя Господне и сохрани путь его, и он не оставит тебя в руках наших врагов и не даст ему ловить тебя. Отвечал ему обуреваемой страстью – поверь мне, отец, если не дашь мне ослабления, то я не буду знать покоя, но буду ходить с места на место. Преподобный же Иоанн сказал ему – зачем ты хочешь отдать себя на растерзание врагу? Ты будешь похож на человека, стоящего на коры в пропасти. Придет к нему враг и внезапно столкнет его вниз. И такое падение будет ужасно, так что потом ему уже не подняться. Если же ты останешься здесь, в святом монастыре, ты будешь похож на человека, стоящего далеко от пропасти, которого враг, как бы ни трудился тащить, не может сбросить. Так Господь за твое терпение избавит тебя от пропасти страстей и от бренной нечистоты. Послушай, брат, я расскажу тебе, что случилось само в юности. Иоанн начал рассказывать всю свою жизнь подробно. Когда я пришел, говорил он, в этот святой монастырь, Печерский, и стал трудиться по чину святого ангельского инческого образа, я сильно разжигаемый был похотью. Весьма много претерпел ради своего спасения. По два иногда по три дня я не ел, часто и целую неделю я совершенно не принимал никакой пищи и жажду умерщвлял себя. Целыми ночами я не спал, в таком страдании я провел около трех лет, но и таким образом не нашел я покоя. Тогда я пошел в пещеру, где положен был преподобный отец наш Антоний, и пробыл день и ночь в молитве у его гроба. И вот я услыхал голос преподобного ко мне. Иоанн, Иоанн, тебе нужно здесь затвориться в пещере, чтобы не видеть ничего и пребывая в молчании, побороть страсть. Господь поможет тебе молитвами своих преподобных. Потому, продолжил он, я с тех пор затворился здесь и в тесном печальном месте, где живу вот уже тринадцатый год, и нескоро я достиг покоя. Целые года боролся я со страстями и телесными помыслами. Ведя жизнь строгую, немало лет удручая свое тело, сначала только постом и бодрствованием, потом, не зная, что делать, не будучи в состоянии побороть плотской страсти, я решил жить на гимн. Я повесил на свое тело тяжелые вериги или вериги, и так с тех пор и поныне я изнуряю себя холодом и тяжестью железа. Однако, после, однако, когда и этого всего было недостаточно, я придумал иное. Выкопал глубокую яму по самые плечи мне. Когда настали дни Святого Великого Поста, я влез в яму и засыпал всего себе землей, так что у меня остались свободными только руки и голова. И так я пробыл под тяжестью земли весь пост, не будучи в состоянии двинуть ни одним суставом. Но и от этого не прекратилась жгучая плотская страсть моя. Кроме того, меня пугал враг дьявол, желая выгнать меня оттуда, и я ощутил такое его коварство. На дне ямы загорелись мои ноги, жилы в них стянуло, кости трепетали, пламя достигло уже живота, и члены мои начали гореть. Я же не обращал внимания на жестокую боль, но радовался душою, радовался, что душа моя сохранилась чистую от скверной. Я предпочел сгореть в том огне ради Господа, нежели выйти из ямы пороганным от беса. И в то же самое время я увидел страшного и лютого змея, который дышал пламенем, обжигал меня искрами и хотел пожрать. Так он делал несколько дней, желая прогнать меня. Но как разумный хозяин поручает крепким и сильным рабам большую и тяжелую работу, а слабосильным и слабым плохую и легкую, так понимает ты о борьбе телесной похотью, из которой ты молишься о себе. Но помолись тому мертвецу, который находится близ тебя, чтобы он излечил тебя от блудной страсти. Он сделал больше Иосифа и может помогать страдающим от этой страсти. А я, продолжил он, не зная имени этого мертвеца, стал восклицать. Господи, помил меня молитвами этого преподобного. Потом я знал, что это был Моисей, родом Угрин, венгерец. Окончив этот рассказ о многострадальной жизни своей, преподобный отец наш Иоанн обратился к одержимому страстью Плотской и сказал, «Мы ведь сами, брат, помышляем своим умом о Плотском. За это и попускает на нас Бог страдания своим праведным судом, потому что мы не приносим достойных плодов покаяния. Но, брат, я скажу тебе, помолимся эту преподобному Моисею, и он поможет тебе». После этого он помолился вместе с одержимым страстью, потом взял одну кость от мощей преподобного Моисея и дал ему, говоря, «приложая его к своему тему, ее к своему телу». Сделав это, брат тотчас почувствовал, как угас жар в теле его, блудная страсть перестала беспокоить Иоанна и замерла в теле его. И с тех пор не было ему больше мучений от нее. Примеры жития святых. Иоанн Иоанна, митрополит московский, 31 мата. Иоанна. Один боярин по имени Василий, а по прозванию Кутуз, не имел веры в чудотворную силу святого Иоанны, никогда не приходил к нему и не хотел принимать в него благословения. Однажды он заболел сильную зубную болью, от которой очень страдал и не мог никак излечиться. Случилось же боярину тому, у которого болели зубы, быть в соборной церкви, когда в ней совершал божественную литургию святителя Божия Иоанна. По окончании литургии, святой подозвав к себе того боярина, благословил его и дал ему просфору, и преподав ему назидание от божественного писания, внезапно ударил рукой свою ему по щеке, так, что многим был слышен звук удара. Василий сильно закричал, «Ой, больно мне, ты выбил мне последние зубы!» И тотчас больной почувствовал облегчение, и зубная боль его прошла. Он отправился домой, радуясь и благодаря Бога, и похваляя угодника, его святителя Иоанну. Кир, 28 июня Женщина некая, по имени Феодора, однажды, пив воду, проглотила маленькую жабу, не заметив ее. Жаба же та в очреве ее начала расти. Первоначально жаба доставляла Феодоре небольшое страдание, ибо была сама мала. Когда же та жаба выросла и сделалась большой, то стала причинять столь великую боль, что женщина та совершенно не имела покоя ни днем, ни ночью. И по причине своих лютых страданий она сильно кричала, бросалась на землю, но никто не мог помочь ей, и даже никто не мог узнать, какая была у нее болезнь. Многие думали, что ее мучил бес. Наконец привели ее к всем святым чудотворцам Кире и Иоанну. Они же, явившись ей ночью, повелели, прежде чем принимать пищу, выпить большое количество воды. Женщина сделал так. Тотчас ее желудок заволновался, она изболевала большую жабу и сделалась здравой. Все видящие это удивились и просалили Бога и святых угодников его.